Рентгенолог из Ивановской области, указан президенту, достоин звания заслуженный врач Российской Федерации. В областной больнице Николай Нагорный работает с 93-го года в должности заведующего отделением лучевой диагностики уже почти 20 лет. И он сам, и вся его команда – это глаза медицины. Глаза, ум, честь и совесть нашей больницы. Ну, в общем-то, мы, конечно, большой вклад носим в решение диагностических задач, и не только диагностических, но частично и лечебных. И плюс еще мы контролируем качество проведения лечения. Это тоже очень важно для врачей, которые занимаются лечением. Особенно это связано с хирургией. А когда глаза специалистов вооружены высокотехнологичной аппаратурой и работа спорится, большое перевооружение в отделении началось в конце нулевых. Вот цифровой рентгенодиагностический комплекс. Позволяет получить плоскостное изображение. Пациента можно просветить от макушки до пяток. Позволяет нам проводить исследования на нескольких рабочих местах. Это рабочее место вертикальное. Потом мы можем перемещать его в горизонтальное положение. Рентгеновская трубка находится сверху. И мы этого пациента можем в разной позиции посмотреть и боком, и так. Если нам требуется переместить его, то вот эта дека движется, видите, может перемещаться туда для позиционирования правильного. Это все ускоряет процесс и точно позиционирует его, чтобы мы не промазали там органы. Потом в это время мы можем увидеть на мониторе, если функцию такую скопии включаем, можем увидеть, какой уровень мы выбрали для обследования. А это спиральный компьютерный томограф. Позволяет получить изображение совсем другого толка 3D. Данные стекаются в региональный сосудистый центр. У нас он был создан одним из первых в России. И не без участия Николая Нагорного. Центр работает круглосуточно. Львиная доля пациентов здесь – люди после инсульта. Специалисты пристально изучают каждый сосуд, чтобы в диагностической задаче не осталось неизвестных. Также Николай Нагорный стал инициатором создания регионального телемедицинского центра. И сегодня система успешно функционирует. Врачи из других лечебных учреждений присылают снимки пациентов и по каждому конкретному случаю получают консультацию. Только за время нашей съемки посредством телемедицины поступило три запроса. Например, в Кинишме случилась беда какая-то, которая требует определения. Надо пациента везти, не надо сюда, можно его везти, не можно. Как врачу проконсультировать? Мы отправляем в ординаторскую нейрохирургию, они смотрят эти данные или приходят к нам, мы обсуждаем это дело, и принимается решение туда ехать врачу и даже не обязательно. И там решается привозить, все сюда везут, здесь уже готовятся для операции или для дальнейшего обследования, которое мы уже выполняем на нашем оборудовании. Словом, дел столько, что даже как следует погордиться званием заслуженного врача некогда. Но это, конечно, шутки. Николай Нагорный уверяет, признание заслужил весь коллектив и руководство больницы. Все трудоголики и фанаты своего дела. Раньше увлекался я лыжным спортом, но потом так работа захлестнула. Мы практически на неделе два раза ездили в Москву, чтобы встречаться с этим ведущими специалистами из Курчатовского института, с института Ишневского. Возили пациентов, изучали методики. Был поглощен, лет 10 я поглощен был этой медициной на сегодняшний день. Я даже уже так растерял все свои хобби, что у меня осталось только лыжные прогулки по лесным тропам, летом велосипед. Да избавить обороты уже не получится. К осени ждут еще один компьютерный томограф. Работы добавятся. И спасенных человеческих жизней тоже станет больше. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.